Ну вот и закончилась новая глава приключений Клыка и Копья. Этот сезон оказался очень богатым на события. Буквально каждую серию мы становились свидетелями событий, которые либо удивляли, либо заставляли сильнее переживать за судьбы наших героев. А конец и вовсе стал настоящим шоком для поклонников сериала. Предлагаю долго не тянуть и сразу перейти к основной части видео. Для начала пройдёмся по сериям и вспомним ключевые моменты сезона, а затем уже попытаемся понять, чего нам стоит ожидать дальше и стоит ли вообще ожидать. Ну а меня зовут Олег, вы на канале Хонсу. Погнали! Но перед началом видео попрошу вас подписаться на канал и поставить лайк. Это очень поможет развитию канала. Первая серия нового сезона начинается сразу же с того момента, на котором закончился предыдущий. Копьё, серьёзно настроенное спасти миру, принимается строить плот, чтобы как можно скорее отправиться за море. Соорудив плавательное средство, Клык и Копьё отправляются в путь, и в море встречают Мегалодона, с которым расправляются в привычном нам стиле. Первый эпизод по духу полностью соответствует первому сезону. Режиссёр сериала Генди Тартаковский говорил, что это сделано специально для того, чтобы зритель привык к изменениям в сериале. Ну а наших друзей разделяет буря. Оказавшись в разных местах, они отправляются искать друг друга. Копьё попадает к племени пиктов, народу в Шотландии и раннего Средневековья, а Клык встречает представителя своего вида. Динозавры же в это время охотятся, пьянеют от переспелых ягод и в целом отлично проводят время. Но всё хорошее, как обычно, заканчивается после того, как Красный Тираннозавр нападает на то самое племя, которое приютило Копьё. Герой пытается защитить племя и убить Красного, а перед Клыком встаёт выбор, помочь новому другу или старому. В конце концов она убивает своего сородича. После всего этого Клык впадает в депрессию, спит и отказывается от еды. Герои оказываются в пещере, где пережидают дождь. Копьё находит наскальные рисунки, а позже повторяет ритуал, который ранее делала Мира. Ночью на ребят нападают викинги верхом на медведях. Нашей команде не составляет труда расправиться с ними, и по их следам они находят деревню. Пройдя по стелсу, Копьё находит Мира в амбаре, однако та отказывается уходить без своих людей. План тихого побега срывается, и герои попадают в засаду. Теперь они вынуждены сражаться против целой деревни викинга. Ну а в это время Мира уводит своих людей в лес, ну а Клык с Копьём решает проблему в свойственном им стиле. Субтитры подогнал «Симон»! Им удается победить, и убив всех жителей деревни, в том числе жену и младшего сына вождя, они уплывают оттуда. Наутро же в поселение возвращаются вождь и его старший сын, и после того, как они похоронили жителей деревни и отправили близких в последнее плавание, отец и сын отправляются мстить. Многие садились за просмотр пятой серии, желая увидеть, чем же всё-таки обернётся вспыхнувший огонь мести. А собственно, что ещё мы могли ожидать? Да всё что угодно, кроме этой надписи. Первобытная теория – это эпизод, который максимально отстранён от всего остального повествования. Нам показывают английских учёных-аристократов, которые смеются над теорией своего младшего коллеги Чарльза, которым предположительно является Чарльз Дарвин. Теория его заключается в том, что человек, несмотря на все научные и культурные достижения, по своей натуре не так далеко отошёл от своего дикого предка, и в экстремальных условиях он быстро скатится к первобытному состоянию. Позже на поместье нападает безумный убийца-каннибал и убивает всех, кроме Чарльза и лорда Дарлингтона, хозяина поместья, человека, который больше всех отрицал теорию своего товарища. Однако по мере противостояния убийца-лорд постепенно переходит от современного оружия к древнему, а в конце для победы над убийцей впадает в первобытную ярость, тем самым подтверждая теорию Чарльза. После выхода серии появилось много теорий и предположений о сути того, что нам показали. Было ли это будущим по отношению к основным событиям сериала, либо же наоборот прошлом, а приключения Клыка и Копья происходят в постапокалипсисе? Может ли быть такое, что Чарльз – далёкий потомок Копья, потому что многие нашли сходство в их внешностях? Или же это просто философское высказывание Тартаковского о первобытной природе, которая скрывается в каждом из нас? К сожалению, этот эпизод добавил слишком много вопросов, а ответов на них мы так и не получили, и возможно уже не получим, но об этом в конце видео. И вот в шестой серии мы вернулись к нашим героям, которые плывут на похищенном дракаре, но их догоняют вождь викингов и его сын. Завязывается битва, но из-за сильного течения её не удается завершить. Герои причаливают, и Клык внезапно начинает странно себя вести и откладывает яйца, ведь оказалось, что во второй серии Клык с красным динозавром успели не только ягод поесть, ну а мы получаем один из самых милых моментов сериала, когда Копьё искренне радуется за друга. Но всё останавливается, когда на гигантских коршунах прилетает команда викингов. В процессе очень крутого воздушного экшена Копьё с мирой сбрасывают противников с коршунов, в результате чего погибает сын вожде, а сам вождь, поняв, что потерял всё, отпускает руки и его уносит течение. Следующие три серии объединены общим названием Колосс, если так можно сказать, едины локальной историей. Вкратце, героям не сидится на месте, и они решают уплыть. На море в них нападают корабли египтян, от которых поначалу удается отбиться. Но этот большой господин показывает героям, что не только они умеют разносить. В сражении разбивается одно из яиц Клыка, появляется царица и угрожает разбить остальные яйца. Поэтому Копью, Клыку и Мере ничего не остаётся, как подчиниться. Попав в рабство, ребята вынуждены участвовать в захватнических войнах против различных цивилизаций. Тем временем вождя викингов, которого уже собирались забрать валькирии, утаскивает в преисподнюю, где некий демон даёт ему мистическую силу, чтобы вождь смог отомстить главным героям. Он выбирается на поверхность в форме огненного гиганта и начинает свой поход через океан. После долгих кровопролитных странств и Копьё пытается уговорить гиганта объединиться против царицы. Но тот отказывается, и Копьё устраивает бунт в одиночку. Мира хватает яйца и ребёнка гиганта. Детёныши Клыка вылупляются, а ребятки оказываются в окружении, и гиганту приказывают казнить героев. Но тот освобождает Дина-маму и завязывается новое сражение. По итогу гигант освобождает свой народ и помогает расправиться с царицей. Наша команда прощается с гигантом и уплывает. И позднее мы наблюдаем, как огненный демон подбирается к кораблю. Ну а мы подобрались к финальному эпизоду. Вначале нам показывают флэшбэк из детства Копья. Из него мы узнаём, что давно отец Копья пожертвовал собой, чтобы спасти своих близких. В настоящее время герои прибывают на сушу, где уже Мира вспоминает, как её похитили викинги, а также, как она сбежала от них в первый раз. Именно после этого побега Мира так неожиданно появилась в 10 серии первого сезона. После горьких воспоминаний герои отправляются искать место для ночлега. И наутро Клык отправляется на разведку, перед этим оставив двух своих отпрысков Копью. Ещё один очень трогательный момент, который показывает, какой уровень доверия присутствует между ними. После всех испытаний, которые они прошли на своём пути, они уже стали семьёй. Ну а Клык тем временем находит девушку, которая оказывается подругой Мира. Герои проходят в город, где Мира воссоединяется с отцом. По такому поводу устраивают праздник, но Копьё как будто чувствует себя лишним здесь. Позднее Мира предоставила ребятам дом для ночлега, и Копьё принялся рисовать на стене все свои приключения. Начиная с самого детства, здесь мы видим потерю отца, семьи, встречу с Клыком и Мирой, и их совместные похождения. Наутро мы видим, как к поселению приближается огненный гигант. Забравшись на гору, Клык и Копьё пытаются хоть что-то противопоставить этому существу. Однако ничего не получается, и Клыка задевает огнём. И тут наступает момент, в котором у нас готовили всю серию. Копьё устремляется в свою последнюю атаку. Защитить то, что не жалкой жизни отдать. Извините меня за такое неожиданное сравнение, уж слишком эти две сцены похожи. Вождя, совершившего свою месть, утаскивает в преисподнюю демо. Копьё доставляют к местному шаману, но ему уже ничем не помочь. Клык уходит, оставляя за собой пронзительный крик полной боли. Ну а Мира, поняв, что наследие героя не должно пропадать, решает возлечь с Копьём. В конце мы видим, как дочь Копья и Миры, вместе с повзрослевшими отпрысками Клыка, отправляются в путешествие. Вот так финал получился. Признаюсь вам честно, я пишу это почти через неделю после просмотра 10 серии. Но мне всё равно грустно, что мы скорее всего больше не увидим легендарную команду в действии. Конечно, всё шло к этому ещё с первой серии первого сезона. Копьё не смог защитить свою семью тогда, потому что не был рядом вовремя. Теперь же он оказался в ситуации, когда жизни его близких были в опасности. И как его отец когда-то он принёс себя в жертву ради дорогих ему людей. Ничего не поделать, Тартаковский любит такие финалы. Примером тому Самурай Джек, конец которого одновременно вызывает тоску и радость. Приятно, что Клык и её дети остались в живых, ну а дух героя останется жить в его дочери. Первый сезон в своё время подарил нам что-то новое в мире взрослой анимации. Конечно, существует много отличных проектов в этой категории. Рикки, Морти, Неуязвимый и куча других. Но первобытный дал нам уникальный сеттинг в сочетании с медленным повествованием, основанным прежде всего на отсутствии диалогов. Все эмоции и мысли персонажей передавались по большей части через визуальные приёмы. Второй сезон сохранил всё, кроме медленного повествования. Если не считать первую серию, то мы сразу с головой погружаемся в гущу событий, которые с каждой серией стремительно сменяют друг друга. Это совсем неплохо. Благодаря этому, а также тому, что сезон показал целостную историю, смотреть сериал стало ещё интереснее. Более того, смотреть становилось интереснее с каждым новым вышедшим эпизодом. Однако, как по мне, создатели слишком сильно поторопились с финалом. Возможно, было бы лучше, если по автору уделили хотя бы один эпизод именно мирной жизни Копья и Клака среди других людей. Да, мы увидели, как Копью было неуютно на празднике, но кто знает, побудь он чуть больше там, как бы он мог раскрыться. Впрочем, скорее всего, мы этого уже и не узнаем. Да и дальнейшая судьба шёл пока под вопросом. Второй сезон первобытного закончился очень неожиданно. История Копья была однозначно и логично закончена. Однако, если взять сериал в целом и мир, в котором происходят события, осталась куча вопросов. Всё ли в порядке с народом гигантов после того, как они повстречали огненного монстра? Что за демон воскресил вождя викингов? И почему оно было так заинтересовано вместе Копью? Но больше всего вопросов вызывает, конечно же, пятая серия. Я с трудом верю, что Тартаковский нарушил главную концепцию мультсериала повествования без диалогов, чтобы просто донести мысль, о скрывающейся глубоко в каждом из нас первобытной сущности. Для столь сложного произведения, авторы которого выбрали такой непростой путь показывать переживания героев, их мысли и чувства, исключительно воплощая их в виде эмоций и прибегая также к визуальным приёмам кино, это было бы слишком просто. Ну или я просто шиз. О чём вы можете написать в комментариях. Ну а если серьёзно, Тартаковский говорил, что в случае успеха второго сезона нас ждёт продолжение, где Клык и Копьё могут попасть в эпоху, похожую на 20 век, охваченную мировой войной, или даже повстречать инопланетян. Разумеется, он не мог сказать, что Копьё и вероятно Клыка в этой переменной заменят их дети, так что вполне вероятно мы сможем увидеть продолжение. Правда, насколько интересно нам будет смотреть сериал без любимых персонажей, я пока сказать не могу. В любом случае, если когда-нибудь мы увидим третий сезон, то возможно и получим ответы на те вопросы, о которых я говорил. Я бы также ожидал появления некоторых знакомых персонажей. Например, гиганта. Стоило бы ожидать и возвращения демона, который попытается разобраться с дочкой Копья. Как бы то ни было, Тартаковский еще не подводил нас, предоставляя достойный авторский продукт. Ну а это было мое мнение о втором сезоне сериала Первобытный, а также о возможном будущем этого замечательного проекта. Если вы с чем-то не согласны, можете написать, что вы думаете, в комментариях. Если согласны, также оставляйте свое мнение, это очень поможет развитию канала. Смотрите другие видео и подписывайтесь. Ну а на сегодня все. Еще раз всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok